Итак, мой дом, моя крепость. Вот только где эта крепость располагается. Давайте по порядку. В крепости должно быть светло, тепло, комфортно и безопасно. Крепостей в России, по сути, по пальцам пересчитать. Здесь полгода темно, холодно, некомфортно, и, учитывая уровень медицины и человеческое существо, небезопасно. Вариант для умного человека – это запасной аэродром. При этом абсолютно не обязательно, чтобы вы были олигархом и даже новым русским. Напомним, цена недвижимости в России складывается из нескольких факторов. У нас стены должны быть толще, у нас любят жить в городах, у нас надо топить и у нас строим материалы в три раза дороже, чем там. То есть у нас, по сути, дорогая страна, и дешево ее не сделать. В свое время это было, конечно, но при общем уровне веселья это, по сути, было грустно. Нет, мы не призываем вас варить с концами, но можно немного подвинувшись здесь жить-то вполне комфортно, и мест много. Теперь поверьте человеку-путешествующему, и немало. Юность рано или поздно кончится. Эксперименты со здоровьем в холодной стране доведут естественным образом до кладбища. Только быстрее, чем в теплой. Какие варианты доступны? Да их-то и немного. В смысле немного стран, комфортно относящихся к инвесторам. Вы же деньги туда вкладывать собираетесь. Теперь то, что вы никогда и нигде не услышите и не прочтете. С недавних пор Турция стала самым комфортным местом. И это складывается из нескольких факторов. Это безвизовая страна для россиян. При приобретении недвижимости здесь вы получаете сразу вид на жительство. А через 5 лет и гражданство. В Турцию летают самолеты из любого крупного города России. Квартплата в Турции за год эквивалентна нашей за 3 месяца. Медицина для граждан бесплатна. Медицина для тех, кто ожидает гражданства, равна страховой сумме в 2000 рублей примерно в месяц на семью. В Турции своем прямые родственники с тюрками, проживающими в Турции. Теперь кому доверится, то предлагаем вам очень известного в городе человека. Кто-то может сказать, что в Турцию сейчас съездить проще, чем на Банны. Что в Турцию съездить сейчас дешевле, чем на Банны. Ну, давайте посравниваем. Турцию, Анатолийское побережье и наше любимое озеро Банны. Что касается цен на объекты недвижимости. Вы знаете, здесь они стоят дешевле. Что касается того, что здесь есть и чего нет на Банном. Ну, во-первых, город Финики. Это центр сельскохозяйственной Турции. Здесь выращиваются помидоры, огурцы. Ну, в общем, все то, что мы потом зимой едим. Кроме всего прочего, сюда вообще туристов не возят. И мы, наверное, единственные, кто здесь вообще говорит по-русски. Потому что это другое направление. Это, наверное, проблема туроператоров, которые вас засылают максимум в Кемер и туда, в Аланию, ближе к Сирии. Здесь же совершенно другая Турция. И давайте мы еще и о тех, кто объекты недвижимости предпочитает в Италии покупать. Ну, во-первых, дорого. Зона евро, да? Цена вопроса. Цена вопроса здесь дешевле. Воздух потрясающий. И теперь уже немножко и страница истории. Что Италия, что Греция, что Турция. Это все, в общем, изделия одного времени. Знаете, почему? Потому что сначала была Греческая империя, потом Римская империя, потом Османская империя. То есть, если кто-то там кичится тем, что здесь нет истории, ну, ребята, просто учите историю. Ну, а что же, пора, как говорится, брат, пора, так скажем, обналичивать свое лицо. Хватит, помогали, помогали, а благодарности от коммерсов нет. Меня более зрительская благодарность греет. Итак, план действий такой. Набираем указанный телефон. Час общения. Чаечек попьем. Чешем репу. Знакомимся через скайп с моим турецким другом. Хотите с несколькими. Все это абсолютно бесплатно. Потом на самолет. Там вас встречают, и вы начинаете выбирать треху в Турции по цене однушки, ну, двушки в магнитке. Юридическая чистота и грамотность – это лично мои гарантии. Денежку за квартирку, там, где тепло и спокойно. Так же, как и у нас, в обмен на зеленку по тамошнему топу. И для самых разумных начинается совершенно другая жизнь. Ну, а события сию мы потом уже в тесном кружочке и обмоем.